Что делать, если нашел деньги или какую-то вещь на улице? Куда нести находку, чтобы не нажить себе неприятность? Ну вот, насколько мы понимаем, ответ знает Денис Шерстнев, адвокат с 18-летним стажем, управляющий партнер адвокатского бюро. Доброе утро, Денис. Доброе утро. Денис, ну мы знаем, что у вас огромный опыт, более 500 дел. Скажите, были ли среди этих дел случаев, когда люди присваивали себе не свое имущество? Да, бывали такие дела. Ну тогда давайте как-то абстрактно подойдем к этому моменту. Предположим, иду я по улице, нахожу деньги, кругом никого нету, я их беру, и что мне за это будет? В соответствии с законом человек должен обратиться, заявить о находке в органы внутренних дел, либо органы местного самоуправления, управления. Ну по месту жительства, да? Ну, собственно, он может в ближайший, скажем так, обратиться, так будет проще и понятнее. За исключением того, что, скажем так, предмет находится в каком-то здании, либо транспортном средстве. Тогда он должен быть передан представителю собственника здания, либо транспортного средства. То есть, если это в автобусе, то, соответственно, водителю необходимо это передать? Да, водитель, он может, конечно, ну, я предполагаю, может и отказаться, но есть администрация парка, какого-то транспортного парка, который может быть... Ну, это придется ехать до конечной остановки и передавать это в парк. Послушай, ну, мне здесь как-то, это напоминает спорченный телефон, да? Предположим, ты поступил как честный человек, отдал там водителю, а водитель может оказаться не совсем честным человеком. Вы знаете, вот в этом случае я всегда говорю клиентам, что лишнего, лишней бумаги не бывает, лишнего документа не бывает. То есть, самая простая расписка, которая подтвердит, что некий предмет передан, такого-то числа в таком-то месте, снимет потом вопросы к этому человеку, который обнаружил предмет. Ясно, хорошо. Ну, предположим, нашла я деньги, бес попутал, взяла себе и потратила. Что мне грозит в данном случае? Вот как случай, о котором мы сегодня рассказываем всю программу, да, как девушки нашли 6 тысяч долларов. Да, если эта вещь, скажем так, вами найдена, а вы не стали свидетелем того, что некий кошелек или сумка выпала у человека, вы ее взяли, если вы ее нашли вот просто отдельно лежащей, и сумма, скажем так, находки превышает тысячу базовых величин, то вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Хорошо, тогда вот порядок все-таки наших действий. Если мы в общественном транспорте, значит, мы идем к водителю, передаем находку водителю и берем желательно с него расписку. Если мы в торговом центре передаем либо охраннику, либо администратору этого торгового зала? Администрации все-таки, да, потому что... Если, соответственно, на улице, то тогда мы... Ну, в милицию, да, в ближайшее отделение. В ближайшее отделение милиции, да, совсем. Все верно. А это правда ли, что по закону 25% от суммы найденного нашедшие получают? Ну, вероятно, немножко путайте с кладом, хотя там тоже другой процент немножко предусмотрен, в два раза больше. Но если мы говорим о находке, которая возвращена ее владельцу, собственнику, добровольно, причем это сделано, вы имеете право попросить 20% ее стоимости. До 20% стоимости, так говорит закон. А у кого ее право попросить? Это как раз только у ее собственника. Только у собственника. На самом деле, я хочу сказать, что, как правило, когда человек возвращает какую-то дорогую вещь, которую я нашел, в моей жизни были случаи, я возвратила очень дорогой телефон, то хозяин был настолько счастлив, что он, не знаю, отблагодарил тебе этот телефон. Нет, не подарил, но тем не менее, понимаешь, всегда как бы там вот... То есть надо предполагать, что, в принципе, тот, кто найдет, имеет право на 20% вознаграждение. Ну, это же не надо просить, тебе в любом случае как бы что-то подарит. Ну, не все такие. А я имею право потом поинтересоваться вообще, что там в дальнейшем с этой находкой произошло? Ну, вы можете, конечно, поинтересоваться. Более того, вам скажу, что вы даже можете по закону хранить эту вещь у себя, пока не установлен ее владелец. Вот так. Можете хранить у себя, можете передать на хранение органов внутренних дел. Ну, главное заявить о том, что вы это нашли. И более того, через 6 месяцев, если никто не обнаружился, скажем, претендующий на эту вещь, вы можете стать ее собственником. Хорошо. Но это очень важная информация, на самом деле, для наших зрителей, потому что, ну, есть же такая пословица. Потерял не плачь, а нашел не радуйся. Друзья, то, что вам не принадлежит, никогда не принесет вам пользы и положительных эмоций. Поэтому давайте все не свое отдавать тем, кому это принадлежало. Ну, я напомню, что сегодня у нас в гостях был управляющий партнер Адвокатского бюро Денис Шерстнев. Спасибо.